Праздник, который мы заслужили. С днём народного единства. Бобруск. Да, он самый молодой среди государственных, но любовь у людей уже отыскал. Наш город с присущим ему масштабом отмечает 17 сентября. Да, погода внесла свои коррективы, но не существенные. Всех принимает Дворец искусств. В холле располагается ведущее предприятие города. Они здесь демонстрируют свои таланты. Например, красный пищевик удивляет различными сладостями. И, конечно, зефиром. Куда без него? Здесь перекусили, рядом можно попить. Бабушкина крынка угощает коктейлями, греческим йогуртом, сырками. Чуть поодаль – мясные тарелочки. Колбаса высшего сорта. Всё можно попробовать бесплатно. Какие изделия вы сегодня даёте дегустировать гостям? Сегодня мы даём дегустировать сырокопчёные изделия. Гостиниц от бабули. Колбаса московская, колбаса итальянская, колбаса кавказская. А также варёно-копчёные колбасы представлены. На одной стороне еда, на другой – одежда. Славянка и Бобруськ трикотаж демонстрируют новые коллекции. Есть вещи с национальным колоритом, с логотипом «Беларусь», герба и флага. И даже в честь Дня народного единства. А новые коллекции представлены? Новые коллекции представлены, да. Кожаные куртки мужские новые, кожаные пальто женские, с сапушкой натуральной. И новое пальто серия «Деми». Очень пользуется большой популярностью. И «Деми» из искусственного меха. Сейчас в тренде очень. Все очень довольны покупательницей этой продукции. Какая у вас продукция сегодня здесь представлена? Сегодня представлена продукция «Бобрусь-трикотаж» нашей фабрики. Новые модели. Можете посмотреть. У нас здесь много разных таких хороших. Пользуются спросом. Очень хорошо продается. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы еще было больше, чтобы больше покупателей было. Всего работает 10 торговых точек. Одни пробуют, другие примеряют. Отличительная черта, высокое качество и доступная цена. Холл Дворца искусств – часть праздника. Есть и творческая локация. Там работает моя коллега Карина Гуревич. Карина, что у вас интересного? И чувствуется ли торжество единения? Спасибо, Ольга. Праздник не просто ощущается, он в самом разгаре. У всех хорошее настроение. По-другому и быть не может. К примеру, отличный тон форума задают учащиеся городских музыкальных школ. Скрипка цимбалы, флейта, бубен и даже баян. Юные музыканты Бобруйской школы искусств номер два демонстрируют таланты. Некоторым и мастер-классы дают. Рядом клуб вдохновения. Это представители народного творчества. Шкатулки, ключницы, доски. Все из дерева и ручной работы. Ездим мы на всевозможные ярмарки. Александрия, Славянский базар, День города мы постоянно. Сейчас были мы недавно на дне письменности в Кополе. Сейчас всевозможные дожинки проводятся. Постоянно мы в работе. Это наше увлечение и определенная работа. Все это совмещаем. В этом плане повезло, что приносит работу удовольствие. Уникальную программу презентует Краеведческий музей. Симбиоз еврейской и белорусской культур. Неотъемлемая черта многонационального бобруйска. Соломенные шляпы, венки, глиняные свистки и даже головной убор с пейсами. Здесь и обережные куклы представлены, и предметы быта белорусского и иудейского. Ну и, конечно, здесь фрагмент ателье известного бобруйского портного зяма Готкина. Вы все знаете бобра Самуиловича, известного на нашей рыночной площади, установленного дожинка 2006 года. Так вот, костюм на нем от зямы Готкина. На празднике – центр дополнительного образования. На показ выставили детские игрушки, сделанные с любовью. А это дороже любых денег. Чем занимаются в вашем центре ребята? Бисероплетением, занимаются шитьем, изготовлением мягкой игрушки и плетением из бумажной лозы. Талантливые, перспективные, настоящие патриоты. Одним словом – бобруйчане. Каждый мастер на празднике – не случайный гость. Одни поют, другие играют, третий шьют, а некоторые и вовсе пилят. Они такие разные, но объединяет их одно – любовь к своей родине. Мы сильны, мы сильны и в своих делах, мы сильны в своей истории. И самое, наверное, главное для нас, белорусов, не забывать эту историю, а находить именно те исторические факты и события, которые должны говорить не только за нас, но и мы должны передавать нашему молодому поколению. Потому что уже они будут писать эту новую историю, новейшую даже историю. Финал красочной программы – концерт. Песня «Беларусь. Имя святое» открывает его. После грамоты и цветы за высокий профессионализм. Среди награждаемых спортсмены, учителя, строители, медработники, промышленники. Все они трудятся на разных фронтах, но миссия одна – развитие Бобруйска. Затем творческие коллективы города берутся за дело. Яркое шоу никого не оставляет равнодушными. Зрители купают в овациях артистов. День народного единства завершился, и теперь это традиция. 17 сентября – не просто новая дата в календаре. Это еще один повод каждому из нас понять, какую большую цену заплатила страна, чтобы жить в своем государстве и называться нацией. Для молодого поколения самый главный посыл – мы сильнее, когда вместе. В этом вся суть праздника, который призван объединить белорусов. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.